Это был первый случай. За все время существования нашей редакции, когда я не досмотрел до конца пресс-конференцию Владимира Путина, имеется в виду то театрализованное представление, что показали стране 14 декабря. В определенный момент я просто выключил компьютер, на котором не только просматриваю такие вещи, но и записываю что-то для дальнейшего использования в своих программах не смог. Не выдержал этого издевательства. Там, правда, слушать было нечего. Лозунги сплошны. Мы живем в самом прекрасном государстве на свете. Все остальные государства нам завидуют. Рывки, прорывы, бла-бла-бла. Ну и, конечно, непонятные шуточки от Великого Кормчева или шутки от Путина за 300, как написали мои коллеги из НЕТВ в своем телеграм-канале. Вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему отметил. Абсолютно честно говорю, это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших есть проблемы. Боже, какая шутка. Я вообще считаю, что в таких ситуациях шутки, да еще от первого лица, в принципе, неуместны. Человек почти четверть века поднимал Россию с колен, во всяком случае говорил об этом. Пел песни, мол, надо еще немного потерпеть, потому что нужно время, дабы оправиться от непростых 90-х. А что по итогу? А по итогу мы вернулись даже не в 90-е, а в конец 80-х с их огромными очередями заэлементарным. С полным отсутствием уверенности в завтрашнем дне с мыслями, что завтра может быть хуже, чем сегодня. Время 7.40, 7.50. Очереди не видно. Вот где-то там, там, там она заканчивается. Вот она идет, аж туда, туда, туда. Даже не знаю, где конец. Ага, я вижу, что в магазине стоят. Вот, короче, вторая очередь. Нет слов. Ну правда, в какой-то поздний СССР мы приплыли. В 7 утра люди очередь занимают. И зачем? За яйцами, ёпы, РСТ. Это что, экзотический продукт, который невозможно производить у себя в достаточном количестве? Да у нас самая большая территория в мире. Сам Бог велел нам развивать то сельское хозяйство и ни о чем не париться. В России столько земли, что россиянам просто стыдно быть голодными. Да, возможно, высокие технологии не наш конек. Автомобили строения не самая сильная наша сторона, но жрат вы-то для себя самих. Почему произвести не можем? На этих бескрайних просторах с очень маленьким, кстати, населением россияне это ведь всего 2%. От общей численности жителей планеты. Бред сумасшедшего, блин. И президент на фоне всего этого, значит, сидит, шуткует. Я сам с удовольствием яичницу ем и в свое время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть. У нас сейчас обед. Котлетки? С макарошками? С пюрешкой, с пюрешкой. Это реальная журналистика. Не верь, не бойся, не проси. Бесполезно. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Про курс рубля зачем-то пургу понес. Доля национальной валюты во внешней торговле выросла. К сентябрю она уже составляла 40% и вообще. Чем больше мы используем в финансовых расчетах рубль, тем лучше это повышает наш суверенитет и возможности. Да ладно, серьезно? Курс у нас плавающий, зависит от рыночных условий, от цен на наши экспортные товары, значит, и от растущего спроса внутри страны, а он растет. Давай мясо! Давай мясо! Знаете, я много раз говорил, что Владимиру Владимировичу, наверное, не надо высказываться по экономике. Экономика и президент России это как небо и земля, потому что они никогда не встретятся. Хотя периодически и создается обманчивое впечатление, будто где-то там, за горизонтом. Обе стихии соприкасаются вот. Также наш царь, он вообще не понимает, о чем бормочет, брекнул какую-то ересь. Он и тут же ушло в массы, стало мемом. Путриоты, впрочем, как всегда, нифига не поняли. Зато умные люди от души посмеялись и не только в России. Ну, это же позорище! Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил один донор. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. А реальность заключается в том, что наши рубли на внешнем рынке никому не нужны. Это не я придумал. Центробанки об этом уже сказали, констатировали, как факт. Вот это правда. Даже друзьям не нужны китайцам, индусам, казахам, туркам. Это просто бумага, которая за рубежом не конвертируется от слов вообще. Попробуйте в той же Алмате или в Стамбуле что-то купить за наши тугрики. Да вы там обменники-то, где рубли поменяют на тенге или турецкие лиры с трудом отыщите. Твердым и востребованным российский рубль остается только в российском телевизоре. Во влажных мечтах пропагандистов и политических популязаторов. Кстати, для бизнеса рубль тоже стал серьезной головной болью с некоторых пор. Ну, когда эти там игру в рубль укрепляется затеяли. Пожалуйста, послушайте умного человека. У нас вообще парадоксальная ситуация. У нас есть компании, которые догутарились, условно говоря, с буржуями торговать в рубли. Но у них сидит фундаментаринг, говорит, вы видите указ президента? Нам написано, что вы должны всю валютную выручку сдать на рынке. Они в рублях договорились. И они вынуждены сначала купить валюту здесь, полученную, договорились, импортозамещение, дедоларизация. Они ее выкупают, продают. А когда им нужно купить оборудование, любое, даже не оборудование, ингредиенты, технологии, они обратно покупают валюту, но уже там, втридорогой. Потеря вот эта транзакционная получается по процентов 17. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ага, а потом удивляемся, что цены-то на все растут в геометрической прогрессии. Действительно, с чего бы им расти-то, верно? Я, если бесть оба, повторюсь, для особо одаренных просто президент наш. В экономических вопросах совершенно не бум-бум, с другой стороны, и бог бы с ним. Президенту это правда не обязательно, в смысле разбираться в экономике тут соглашусь даже с ура-патриотами, но ведь и окружения у него такие же. Заняты исключительно тем, что изображают видимость бурной деятельности годами, ради отчетов и галочек. И то, что мы до сих пор по каким-то чудесным причинам не провалились в яму, отнюдь не заслуга путинских чинуш бездарей. Эта заслуга, вы не поверите, малого и среднего бизнеса. Да, тех самых ненавидимых глубинным народом с подачей телевизора, разумеется, коммерсов, которых обстоятельства постоянно вынуждают работать по принципу голь на выдумки хитра. За то, что Россия все еще остается на плаву под чудовищным санкционным давлением. Спасибо вот этим предпринимателям. Благодаря этим людям у нас до сих пор есть рабочие места. Благодаря этим людям их смекалки. На полках магазинов до сих пор наблюдается хоть какое-то разнообразие товаров. Благодаря этим людям в бюджет поступают налоговые деньги, наконец. Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам. Вообще, надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали кошмарить бизнес. Кстати, 15 лет прошло с того эпичного заявления. Что изменилось? Ну да ладно, возвращаемся к нашим баранам. Отдельно хотелось бы отметить работу пропагандистов. Хотя какая это работа? Лизнуть, поддакнуть. Ей-богу, смешно уже на этих как будто бы журналистов смотреть. Дают слово некой барышне из Мордовии. И встает, Владимир Владимирович, приезжайте к нам в гости. Вернее, даже не в Мордовию в гости, а на выставку в павильонного ДНХ. В преддверии Нового года каждая девочка, даже большая, мечтает о чуде. Поэтому я думаю, что вы не откажете. Хорошо. Спасибо большое за приглашение. Нахуй! Ну нахуй! Мне в тот момент хотелось кричать просто, ты это серьезно, девочка? Ты реально вот за этим перлась в Москву из Саранска? Преодолела 650 километров? Прошла адовые процедуры аккредитации денег? Кучу бюджетных? Твоя телекомпания ухлопала? Зачем? Чтобы сказать, Владимир Владимирович, спасибо вам, ждем на выставке. Что в Мордовии проблем нет вообще никаких? Или вот еще один весельчак, журналист из Магадана, которому, как оказалось, тоже не о чем спросить главу государства. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы. Потому что, насколько я себя помню, вы всегда в власти, можно и так сказать. Спасибо большое. Поэтому, например, я, не далее, как в прошлом выпуске, вот в этом, рассказывал, что в Магадане второй раз за год цену на проезд в общественном транспорте подняли до каких-то заоблачных высот. Ну вот, если кто-то не видел. С 1 декабря цена поездки в половине городских маршруток выросла сразу до 85 рублей. Это если разово прокатиться. При использовании единой транспортной карты услуга обойдется дешевле в 65-ре, но все равно дороже, чем ранее, потому что ранее было 58. Народ негодует, возмущается. Мол, совесть есть и так, ведь ценами душат со всех сторон. Попробую процитировать ответ городской пресс-службы по данному поводу одному из местных активистов. Итак, внимание. Повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, поскольку в условиях внешнего санкционного давления подорожали запчасти, автобусы, различные услуги. Ну не мог журналист из Магадана об этом не знать. Если честно, я вообще не понимаю уже, зачем эти люди туда приезжают. В смысле, вот на эти все пресс-конференции к Владимиру Владимировичу раньше хотя бы дежурная. Путин, помоги! От них звучало по мелочевке, конечно, ну хоть так. Хотя бы точечно, хоть какие-то местечковые проблемы озвучивались, решали все сейчас. Это вы. Это правда вы. Спасибо вам большое. Приезжайте в гости. Ой, а у нас так хорошо. А воздух какой свежий. На это мероприятие были приглашены 600 журналистов, не только российских, но и иностранных. Они поделились своими впечатлениями от общения с российским лидером. Сегодняшнее мероприятие стало мощным событием предвыборной кампании. Оно длилось чуть больше четырех часов, если не ошибаюсь. Владимир Путин ответил более чем на 80-90 вопросов. 600 дармоедов, понимаете? Большинство из которых мы, между прочим, содержим за счет наших налогов. Еще раз, ради чего? Ну вот, корреспондент МГТРК «Мир» нам с вами объяснила. Это предвыборное мероприятие было, оказывается. Ну вот и весь секрет Палишинеля. Впрочем, как на любых выборах, 4 часа разговоров ни о чем. 90 вопросов, да, говорили они. Ни на один из которых не получено внятных ответов, их не последовало. Мем по соцсетям после запустили анекдот. Вот, Путин прямую линию провел? Провел. Долго выступал? Да, долго. Больше четырех часов. Что сказал? Ничего. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Вот она вся предвыборная кампания старого и, вероятно, нового президента. Все, не хочу продолжать. Вот лучше, чем она, вот эта вот мадам, не поверите, но я все равно не скажу, кто бы мог подумать, да. А она, в общем, на самом-то деле озвучила как раз все то, с чем великий кормчий идет на свой пятый срок. Путина не выбирают, с ним живут и умирают. Ну все, я устал, я ухожу. Не прибавить, не убавить, зато там уже фокусники из ФСОМа и ФОМа пишут о новых рейтинговых рекордах царя по окончанию четвергового спектакля. 80% россиян одобряет деятельность, ВВП на посту самого главного, 77% ему доверяют. Ну конечно, мы же верим. Все, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня. Вот так, подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.